Компания «Газпром Трансгаз Самара» в сфере своей производственной и социальной деятельности большое внимание уделяет проблемам экологии. Примеров тому масса. Так, одним из последних достижений в этой области является успешное испытание и внедрение опытно-провышленного комплекса по обеззараживанию отходов Адоранта, уникальная и единственная в своем роде установка, разработана по заказу «Газпром Трансгаз Самара» Самарским государственным техническим университетом. Она позволяет без вреда для окружающей среды утилизировать опасные отходы. Компания «Газпром Трансгаз Самара» активно участвует во всевозможных акциях и мероприятиях, посвященных проблемам экологии. Так, предприятие выступило организатором уникального автопробега «Сердце России», направленного на популяризацию использования природного газа в качестве автомобильного топлива, совместно с дочерними обществами «Газпром Трансгаз Казань» и «Газпром Газомоторное Топливо», а также группой компаний АТС и региональным агентством по энергосбережению и повышению энергетической активности в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче». В ходе автопробега были сделаны замеры расхода, проанализирована эффективность использования газомоторного топлива. Итог получился впечатляющий. По сравнению с бензиновыми аналогами, пробег на метане оказался почти в два с половиной раза дешевле, а еще и экологически чище. В Ставропольском районе Самарской области на территории духовно-культурного Кремля «Богатырская Слобода» прошел экологический карнавал на страже природы. В Самарской области он проводится с 2005 года. Место проведения темы каждый раз новое, но неизменно одно – формирование экологической культуры у молодежи и вовлечение ее в природоохранную деятельность. В 2015 году мероприятие поддержала компания «Газпром Трансгаз Самара». С этого момента у карнавала появился не просто спонсор, а надежный друг и партнер. Вот и на этот раз организаторами мероприятия выступила компания «Газпром Трансгаз Самара» совместно с Министерством лесного хозяйства, охраной окружающей среды и природопользования Самарской области и неправительственным экологическим фондом имени Вернадского. К проведению подготовки мероприятия присоединились и молодые специалисты общества «Газпром Трансгаз Самара». Ребята приняли самое активное и непосредственное участие, а во время карнавала взяли добровольное шество над командами, за что им отдельное спасибо. Эко-карнавал проводится уже в 13-й раз. В этом году стилизованный под русское средневековье карнавал собрал 29 экологических дружин, а это свыше полутора тысяч участников и гостей со всей Самарской области. Новым и важным нововведением этого года стал конкурс «Дозорные». Его цель – подведение итогов экологической работы молодежи, проведенной в городах и районах Самарской области. Уборка мусора, очистка родников и пляжей, наведение порядка на улицах, в парках и скверах. Каждая из дружин должна была не просто представить свой проект, а убедить строгое жюри, что он лучший. Помимо «Дозорных», участники карнавала смогли посостязаться еще во многих конкурсах, продемонстрировать свою удаль, ловкость, знания и мастерство. И несмотря на жаркую погоду, экологический праздник действительно получился. По итогам карнавала были определены лучшие дружины. Никто не остался без награды. И потому, совсем не случайно, компания «Газпром Трансгаз Самара» становится победителем регионального конкурса «Эколидер-2017». Традиционное мероприятие, на котором выбирают лучших защитников природы в 11 номинациях, проходило в 18-й раз. Организатором конкурса выступает Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Компания «Газпром Трансгаз Самара» получила высшую оценку экспертного жюри, завоевав звание «Эколидера» в номинации «Промышленный гигант». Наше предприятие очень много внимания уделяет экологическому развитию. Кроме того, что мы транспортируем газ, мы и стараемся сделать как можно меньше выбросов в атмосферу. Я могу просто привести цифры, которые мы достигли в 2017 году. У нас было порядка 17 субботников направлено на очистку территории, в том числе территории около Самара-арены. У нас было 45 мероприятий, посвященных очистке территории непосредственно на местах в особо охраняемых зонах. У нас было 17 выездов по очистке родников. Это не только наши работники, это еще и дети работников. Здесь мы особое внимание уделяем именно развитию детей, именно обучению экологической безопасности. И одним из ярких примеров – это выпуск мальков, который прошел именно как добровольческий вариант. Мы выпустили мальков, серляди именно с детьми, которые были у нас в пионерском лагере «Березка». Их эмоции – это непередаваемо. Когда маленькие серлядки опускаются по желобу в воду, и когда они своими черпывались с очками для того, чтобы их переложить в ведра, это многого стоит. Результат, который мы сегодня достигли, абсолютный лидер по номинации «Промышленный гигант» – это заслуга всего нашего предприятия, всех специалистов, всех рабочих и всех, кто к этому приложил руку. Ваше предприятие является нашим партнером в проведении важнейших экологических мероприятий. В лице руководства Субботина Владимир Анатольевича и всех специалистов мы, конечно, всегда находим поддержку. Мы этой работой занимаемся совместно. Я могу с уверенностью его назвать коллегой-экологом. Он не зря носит звание «Заслуженный эколог Самарской области». В Международный день защиты детей в Покрестницком детском садике «Планета детства» состоялась очередная спартакиада дошкольников. Но в процессе наблюдения с коллегами за детьми мы увидели, что наши дети очень мало стали заниматься спортом вообще. Все больше они времени проводят за компьютером, либо в телефонах у родителей. Мы создали проект. Нашими социальными партнерами было предоставлено мягкое покрытие для проведения данной спартакиады, что и послужило стартом, наверное, вообще вот этого спортивного мероприятия. Очень важно, что вот в этой команде, в том числе, есть наши добрые друзья, наши партнеры социальные. Это Владимир Анатольевич Суботин вместе со своей командой. А у него, я думаю, у всей команды, наверное, в приоритете это образование, в приоритете это подрастающее поколение и наши дети. Победителями стали хозяева. Команда воспитанников детского сада Планета Детство Ракета. Все большое начинается с малого. Большие спортивные достижения тоже начинаются вот с таких спартакиад.